Продолжение следует... Какое-то другое объяснение, кроме совпадения того, что у меня возник на стадии вопросов, именно тот же самый комментарий. Совпадения мало, то есть все имеет свое объяснение. Я мог угадать вашу мысль о том, какой комментарий вы зададите? Или вы мою одновременно? Нет, у меня были свои мысли, свои истории. Угадать мою мысль вы вряд ли могли. Сам доклад был так построен, что такая мысль возникает естественно у всех. Сема построения доклада генерирует определенные мысли и ответы. Наши мысли коррелируют, но они не угадывают друг друга, а просто коррелируют тем, что именно такой доклад и так построен. Бывает ощущение, что та же самая мысль одновременно возникает у кого-нибудь еще. И насколько вы считаете, это относится к совпадениям? Насколько это может быть случайно? Вы знаете, иногда у меня такая мысль возникает. Редко, но возникает. Считать, что это совпадение или действительно тут имеется какая-то корреляция. Такие у меня удивления иногда бывают. Вот что-то я хочу, так сказать, о чем-то думаю, и вдруг другие говорят о близких вещах. Это бывает. Чем это можно было бы попытаться объяснить? Обычно все работают и мыслят в рамках теоретико-полевой парадигмы, как я называю. У нас есть пространство, на нем поле, и вот это полями все объясняется. Есть другая парадигма, там геометрическая парадигма, а есть третья парадигма, так называемая реляционная парадигма. И она пошла от дискуссии Лейбница и Ньютона. Лейбниц спрашивал, а если мы из пространства удалим все тела, пространство останется? По Ньютону останется. А Лейбниц говорит, что нет, не останется. Как его вывести? Значит, нужно отказаться от него и приходить к нему из каких-то других соображений. И вот эти другие соображения говорят о том, что есть концепция дальнодействия. То есть объявляют их взаимодействие друг с другом по расстоянию. Собственно говоря, об этом писали и фильмы, и писал, так сказать, и Хойл, и Норликар, и ряд других авторов. Это парадигма будущего. И сейчас появились новые, так сказать, у нас обстоятельства, и математика, и идеи, которые позволяют эту идею реализовать. И вот меня интересуют всякие такие эффекты, которые можно было бы трактовать через концепцию дальнодействия. Я их ищу. В биологии, в биофизике, видимо, есть проявление такого. Для того, чтобы вывести наши пространственно-временные представления, это нужно делать, исходя из квантово-механических сэкономерностей. Тут очень много интересных вещей открывается, если мы начинаем работать в реализационном подходе. Спасибо. Сами понятия противоречивые. Почему вы интуицию отрицаете? Я и говорю, что интуиция об этом и говорит. Мне интуиция не позволяет идти за уважаемым Павловым, где геометрия Берландомова. Интуиция именно, вот я говорю, что когда мы обращаемся к развитию науки от Эвклида, Лобачевского, не Эвклидовой геометрии, не Эвклидовой, Ньютоновой картины, Ретивистской, квантовой картины, мы как раз улавливаем. Интуиция очень простая. Мы строим новый этаж знаний таким образом, что он включал в себя все предыдущие. В 1983 году Институт прикладной математики предсказал распад СССР в 1991 году. Этот прогноз был. После меня выступал Малинецкий. Вот как раз он говорил про эти прогнозы о распаде СССР. И он привел пример, который мне тоже запал в память, что в Курскую битву летом 1943 года немцы планировали потери советских солдат полтора миллиона человек. И мысль эта была направлена, как я понял, что мы и здесь, когда чиновники разрушают науку, не понимая ее, как она должна работать и как она нужна, нанесут огромный урон интеллекту нашей страны. Огромный. Но мы победим. Предсказуемый только спектр возможностей, которые реализуются. Монета не знает, чем она выпадет. Только ошибается. И когда в 1770 году примерно французская академия запретила публиковать работы, где говорится, что возможен вечный двигатель, и что камни падают с неба, значит, что вечный двигатель, это понятно. А что камни падают с неба, это была ошибка уже Академии наук. Потому что, как сегодня мы знаем, Земля – это небесное тело, и каждые сутки она загребает порядка 10 тонн космического мусора. Так вот, в большинстве, я считаю, члены нашей комиссии публиковать науки прекрасно разбираются в своей узкой области. Но когда они считают, что они во всех других областях разбираются, то это уже они становятся корзинчиками по Сократу. Кто там, чумак или кто говорит, что у воды есть память? Вы, допустим, доказываете, что он неправ. Да. Вы узнали его точку зрения, сопоставили, что она отличается от его. Зачем нужно, узнав о том, что есть человек, у которого другое мнение, пытаться его переубедить в том, что он неправ? Нужно ли это вообще? Что вы мне приписываете? Что я хочу его переубедить? Я знаю, что невозможно переубедить. Я вам уже об этом говорил. Я просто, чтобы люди знали, что есть разные точки зрения. И они должны отвечать за свою позицию. Если человек пришел, такая будет передача. Что же делать? Сотрудник будет научный. И объективная научная истина для всех одна. Если вас интересует, чтобы человек получить результат какой-то, мобилизовать, может быть, даже обманом. Это одно. А с точки зрения научной истины, добиться этого понимания, как оно на самом деле. Так что наша позиция неубиваемая. Только факты. Мы знаем, что мы можем ошибаться. Вот что камни не падают с неба. Не космический систем. Поставил Гравит-Сапу. Что законы механики неверны. И можно без выброса рабочего дела поднимать орбиту. Это лишние деньги. Ему говорили, что это ошибка. Я сам давал интервью, когда меня спрашивали. Я говорю, что это не про конкретную фамилию. Я говорю, что это противоречит механике Ньютона. Так вот, летает до сих пор это Гравит-Сапа. Так вот, христианские проповедники не понимали, с кем имеют дело. И вымерло то племя, где они стали проповедник христианства. Недоросли они до христианства. Это мировая религия был великий, нерослый прорыв человечества. Но когда говорят, что человек произошел не от обезьяны, а от Дарвина надо перечеркнуть, тут религия себя начинает изнутри разрушать, потому что истина-то объективная одна. Борьба с наукой – это не собственно наука, а бытование науки в головах людей, которые не профессионалы. Что эта вещь очень противоречива, потому что человек живет обычно представлениями о том, что есть истина. Чем тогда функция борьбы с муженаукой отличается от функции органов юстиции? Юстиция опирается на нормативные акты, которые формализуют сложившиеся в обществе отношения. С тем, чтобы это общество функционировало в рамках закона. Тогда как наука есть развивающиеся понятия. И она опирается только на факты, на логику дела, а не на формальные признаки, которым вынуждены… Это только на факты? Нет, 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 там интерпретация фактов. Все империи распадаются. Раньше распался Советский Союз, теперь это ожидает Соединенные Штаты Америки, когда и как – это, опять-таки, вероятностные разные прогнозы. Но сейчас они тоже идут на упадок, потому что они расходятся именно на доминировании во всем мире. Так что вот эта диалектика касается всех – и России с ее фазой в вводе Советского Союза, Соединенных Штатов, которые были колонией Англии, и США, и Европы, и всего. Но позиция… Понимаете, мы поговорили, установили, но это не значит, что мы уже нашли формулу, потому что, ну, мы не можем сразу вдвое увеличить население, сделать его вдвое более грамотным или более послушным. То есть противоречивое развитие, оно для всех касается, и в том числе стран. И все империи распадаются. Все. И человечество уже должно прийти к какому-то новому… менять надежду только на изменение форм конфронтации. Сейчас все-таки качественная картина другая, потому что идет граница к границе перенаселенности. Согласен. По мере прогресса цивилизации, чтобы человека создать, все больше нужно вкладывать, и таких людей продвинутых все меньше. Иезуиты учились 20 лет. Не 10 лет, как мы, 20 лет. И поэтому они были самые грамотные, естественным порядком шли в властные структуры и так далее. Этносы, они за счет количества берут. И поэтому в Европе, ну это вот проблема миграции, конфессии. Вот как раз для Европы это становится критически важной вещью. Это тоже, это все та же диалектика, о которой я говорю. А картина выстраивается сама собой, или у нее есть лидеры, которые выдвигают все-таки? Да дело не в лидерах, а объективная истина для всех одна. И научная истина сама противоречивая. И наука антидогматична, поэтому самокритична, поэтому она развивается. Религия только догматична. Гвантовая механика. Лидеры-то делают другую. Разрывали там Борг, Айзенберг и так далее. Но она возникает спонтанно, эта картина, о которой вы говорите. Вы сказали, что у вас выстраивается новая картина мира. Я вас спрашиваю. Она выстраивается как динамическая мозаика. Мозаик – это механическое соединение. Един. Есть самоорганизующая система, которая спонтанно возникает. А есть системы, в которых есть строгие алгоритмы. Теория, которая это объясняет, там организованная критичность. Стория мира – это история катастроф. Именно на переломах обнажаются. Фашизм и коммунизм – это разное мировоззрение. Но там на изломе все живы и скрепы истории. Можно ли это понимать, как то, что вы стоите одной из своих целей, установление этих самых граней? Наша позиция защитная. Мы защищаем интеллектуальный потенциал. Позиция понятна. Да, вот к нам обращаются. Слушайте, ГУЛАГ организовать – главритский талантливый организатор. А вот атомные проекты осуществить – бери не может. И вынуждены в золотую клетку сажать вот этих цикловых ученых под угрозой расстрела, чтобы они создавали атомную бомбу. На языке атомного проекта. Целью атомного проекта было создание атомной бомбы и в каком смысле превосходство или ядерный баланс между странами. Целью борьбы с луженаукой что является? Установление истины или какая-то другая цель? Именно с опорой на отстаивание науки, отстаивание профессионального подхода. От кого? Или для кого? Как для кого? Для всех? Ну сейчас нет, есть проблемы в экономике. Как вести экономику? Так что мы просто защищаем от самоуверенных мракобесов с бредом, с верценной идеей. Они считаются изобретателями, которые... Объект защиты кто у вас? Научное сообщество или весь мир? О господи! Мы отстаиваем науку, я занимаюсь космологией. А мое дело... То есть у вас цель все это космология? Моя? Ну конечно! Нет, ну я этим... Как все понятно. Я этим всю жизнь занимаюсь. А это общественная нагрузка. Мы просто граждане соответствуют гражданской позиции. А кстати вот вода, чумака это не эффект плацент? Исключительно. Конечно. Молодой парень говорит, вы знаете, вот я пришел с женой, она свидетель. Меня ночью в Туманной Синдромеде похищали инопланетяне и к утру вернули. Жена говорит, да, да, вот. А я говорю, за Туманной Синдромеде 2 миллиона только световых лет. Значит туда-обратно-то с максимальной возможностью. Допустим, эскорти нужно 4 миллиона. И спрашивают, зачем таких людей зовут на телевидении? Просто нельзя таких людей. Нужен фильтр нормальных и ненормальных. На Первом канале даже сейчас появилось очень много экстрасенсов. Они появляются чаще у вас, намного чаще. Надо учитывать, чем они живут. И может быть им дать возможность самим. Только чуть-чуть подправив там, если какие-то людоедства какое-то откровенное. Если есть ресурс им помочь, то им надо помочь. Если им это интересно. Академия наук отрицает шестое чувство, с которым и выходит на телевидение. Чудеса в принципе невозможны. Я не говорю о чудесах. Неопровергнутые сомнения. Например, когда человек может предсказать, что случится, оно случается. Этих фактов мало. Это феномен социальной психологии. Во-первых, многое забывается. А когда что-то совпадает, начинается. Я еще раз говорю, это спорная точка зрения. В принципе, экстрасенсорика невозможна. А экстрасенсорика есть, да. Потому что это структура первобытного сознания. Я не беру все всевозможные объекты, которые озвучиваются. Нет, я скажу почему. Меня в физике известны все физические поля биологических объектов. Экстрасенсорика предполагает передачу информации. Понимаете, наука знает не только, почему в принципе невозможна экстрасенсия, экстрасенсорика. Она говорит о том, почему неизбежно в этом обществе существуют люди, которые должны верить в экстрасенсорика. Почему? Ну потому. Почему дети верят в волшебные сказки? Я думаю, их количество выросло. Почему КГБ нанимает? Это значит... Нанимало всегда. Я за КГБ не отвечаю. А, понятно. Значит, КГБ работает. И почему экстрасенсорик? Это я, мое мнение. Почему всегда будет? Потому что были и будут люди. Потому что критерии отбора людей в науку и во власть, и в политику разные. И если человек, идейный противник, Гитлер, Обама или кто-то, верит экстрасенсам, то почему бы ему не подпустить экстрасенса, в чем-то использовать через какие-то группы влияния, чтобы повлиять на решение Обамы. Мы согласны, что они своим количеством сейчас бросают вызов науке. Это логика, как его врач говорит, что это пойдет в фазу обострения, усиления. Когда дети растут, они понимают, что из любви к ним играют в Деда Мороза. Инфантильных людей нельзя привлекать к решению серьезных государственных задач. Они уже фактически ими занимаются. Я за это не отвечаю. Я отвечаю за себя. А разобраться, почему их число, допустим, выросли, или как они работают, вы не знаете. Вы знаете, у некоторых ученых... Но то, что их стало больше, это же не глупость. Так что, при этом в Академии, ну что ли, виновата? Нет. Ну, это какая-то в чем была? В чем вопрос? Фактом является то, что по телевизору сообщают. Мне это неинтересно. Почему? Мошенники говорят одно, а телевизор говорит другое. Ну, а как тогда ваше мнение от их него отличить, как выяснили? Бросили вызов науке тогда? В смысле? Их количество выросло спонтанно. Ну, это означает, что... Говорят только о противоречивом характере развития нашего общества. Если их станет так много, что вы на каждом шагу их будете встречать, вы получите, окажется, это зависимость. Это по вашей логике нужно это рассматривать уже как угроз. Наука очень спокойна. Вы хотите на меня вложить, приложить ответственность? Я никакой ответственности на вас не хочу вложить и возложить. Вы сейчас с Петриком вы хотите разобраться, а с экстрасенсами нет. Сколько раз сталкивали меня битвы экстрасенсов, там, я знаю этого Михаила Виноградова прекрасно. Ну, хорошо, они все сами заблуждаются в своих способностях. Мне отчетливо понимать, что они мошенники все, поголовно. Ну, ну, что за глупость? Либо-либо. Это добросовестно заблуждающиеся люди. Ой, это хорошо. Или мошенники. Это же не мне разбирать. Не попадает в поле зрения научных. Да нет, это наши идейные противники. У нас есть публикации про то, что это такое. Горного приняли, который просто даже не кандидат на комиссию, который хорошо знает там феномен Ванги, экстрасенсорики. И термин экстрасенсов он придумал в 60-х каком-то году. Юрий Гаврилович Яшков, он же Горный. И публикует разоблачительные вещи про Вангу, про Мессинга. Это общество не вполне здоровое. И вот его чем-то тошнит, и вы мне каждый раз заставляете разбираться, чем оно тошнит. Это где пилюля тогда? Я не выдаю себя за руководителя общества. Ну, идеи-то у вас какие-то есть, наверное, не кажется. Экстрасенсорики в принципе не может быть, забавляю. Это моя мысль, может быть, и неверная. Она всегда будет. Это способ повлиять на людей, которых надо повлиять. Вы все время считаете, что я вам что-то приписываю? Какие у вас ко мне претензии? Никаких. Все? Слушали постановили? А вопросы были. Это не значит, что я что-то приписываю. Это значит, что мне интересно ваше мнение. А у вас к моим вопросам какие претензии есть? Ну, вы на одну доску ставите, что есть мнение, что 2G2. Вот есть мнение 2G2.5, есть 2G2.4. Не к с вами это решается. Хорошо. А доказательства? Спасибо.